Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой ДНТ Уайлдера против Луиса Артиса. Бой состоится в ближайшие выходные. Пройдет он в США в ночь субботы на воскресенье. Думаю, все мы знаем, что это супертяжелый вес, что ДНТ чемпион. А также, что полтора года назад эти два спортсмена уже бились друг с другом. Поэтому давайте переходить к главному. Что конкретно нас ждет в ринге. Чтобы нам это понять, предлагаю проанализировать первый поединок. И в нем мы можем увидеть зоны роста, что каждый из спортсменов может изменить. Чтобы в новом бою стать сильнее и больше проблем доставить сопернику. Давайте начнем именно с кубинца, с Артиса. Что он нам показал в первом бою. Ну, во-первых, пару слов о нем. Он спортсмен уже очень возрастной. По официальным данным ему 40 лет. Ходят слухи, что больше. Причем слухи серьезные. Я пытался выяснить правду. Провел целое такое мини-расследование. В итоге я понял, что правда она где-то посередине. Скорее всего, ему действительно больше 40 лет. Но и не 50. Как говорят. Также Артиса два раза ловили на использовании запрещенных препаратов. И у него, судя по всему, проблемы с давлением. Короче, главная его проблема это кондиции. Но в то же время он является большим технарем. Я считаю, что это самый техничный боксер в супертяжелом весе. На данный момент. И в первом бою, что он делал? Он же ниже на 10 сантиметров, чем Уайлдер. И он не пытался давить Уайлдера. Идти в какие-то размены. Войти там в какую-то среднюю ближнюю дистанцию. Там его перебивать. Нет. То есть, Артис действовал на территории Уайлдера. То есть, как Уайлдер хочет на дистанции биться, так и Артис. Он пытался его просто перебоксировать, переиграть. Не наращивая особо темп. Никуда не торопясь. То есть, просто пытался перехитрить. В общем, в мастерстве, в том числе на дистанции. Пытался перестучать Уайлдера. И самое, что веселое, местами ему это удавалось. Особенно то, что вот движение Артиса. Ну, во-первых, он двигался часто по кругу. Он смещался, не стоял на месте. Это очень важно. Потому что такой боксер, бьющий, как Уайлдер, если будешь вперед-назад только, ну, на уровне контроля дистанции, там, какой-то челнок, он тебя поймает. Поэтому надо обязательно смещаться, в сторону ходить. Так вот, кроме этого, всегда у левши, а артист левша и у правши, у них есть война передних рук, передних ног. То есть, кто кому ногой зашагнет, и, соответственно, рукой с внешней стороны ударит. Всегда они воюют друг с другом. Кто лучше это сделает. И артист, будучи гораздо ниже, он вот эту вот войну, там, джебов, или войну, в общем, передних рук, он выигрывал. Представляете? Более того, он неоднократно попадал своей задней рукой. Причем, в атаке он больше работал, или, ну, в контратаке, то есть, там, после защиты какой-то. И так, и так. Но главное что? Что в своих атаках артист, он никуда не несся сломя голову. То есть, все его атаки, они через переднюю руку, то есть, он именно, что, большую часть боя ждал. Но при этом, у него техника так устроена, что он пытался иногда, может, там, пару раз за раунд, вплести свои острые атаки. То есть, быстро, четко обдурить Уайлдера, да? То есть, его именно, как бы, переиграть и попасть по нему тяжелым ударом. Что, в свою очередь, делал Уайлдер? Он тоже бой не обострял. И, по сути, вот, я хочу такую маленькую проповедь по поводу техники Уайлдера, потому что каждый раз я слышу, особенно от журналистов, они обожают это говорить. Вот у нас, ну, там, русскоговорящие, я имею в виду, я не знаю, как на Западе, что Уайлдер – это никакой техники, что это только талант природный, только сила. Я считаю, что Уайлдер – это самый техничный боксер в супертяжелом весе после артиста. Почему? Потому что техника техникой, что техника ровных движений, техника, там, передвижений, техника защиты, собранность, но есть еще такая важная вещь, как техника удара. И у Уайлдера очень серьезная техника правопрямого. Даже не то, как у него идет рука. Бывает у него, там, и локоть в сторону иногда слишком сильно, да? Кстати, левый вот джеб, он вообще вот так вот бьет порой. Это тоже очень плохо. Но все же, что у него классно, он реально умеет включать массу. То есть, когда он бьет правый, как он ногой толкается, как он плечи свои поворачивает, они у него широченные, что даже сейчас бы не влезли вам в экран, если бы он сидел вместо меня здесь. И он свои эти плечи раскручивает и, ну, ловит на удар. Собственно, и этот бой, он так построил, ловил на удар. Ну, естественно, нельзя же просто ходить, как катапульта, и только бить правый. Естественно, ему надо было кубинца и сдерживать. То есть, он там и левой рукой его джебил, да? И то кубинец выходит, он или отклоняется, правый бьет, или там сразу правый его встречает, или двойку бьет, или периодически, когда Артист что-то где-то зазевался, Уайлдер его тоже незаметно атаковал. И, кстати, очень удачно местами. То есть, в общем-то, он, опять же, что важно, что Артист, что Уайлдер, темп не взвинчивали, и Уайлдер пытался поймать кубинца на удар. Еще очень важный тоже элемент, очень интересный. Как защищался Уайлдер от атакы Артиста. Ну, понятно, это навстречу ему бил, конечно же, но, кроме этого, Уайлдер постоянно отклонялся. То есть, обратите внимание, вот Артист, любой его, или настоящий атака, или даже обманное движение, их же трудно отличить, он же постоянно, ну, двигается, да? То есть, ложные такие дергания делает, чтобы после одного из них атаковать по-настоящему, и пропустил Уайлдер. Так вот, Уайлдер, чтобы этих острых моментов избежать, он на все поползновения Артиста, он делал или ногами шаг назад, небольшой, каждый раз, или отдергивал голову, чуть-чуть. Чуть-чуть, причем, не очень сильно, да, чтобы сохранить баланс, чтобы остаться острым, в случае чего ответить. И этот прием очень важен, то есть, где-то с первого по шестой раунд, пока блестил, он все время убирал голову. Почему я это говорю? Потому что это во втором бою может сыграть свою роль. Так вот он защищался. В итоге закончилось чем? Тем, что давайте вот как раз уже переходить к тому, как сложится снова поединок. Давайте представим, что каждый из спортсменов будет действовать, как и прежде. Ну, Уайлдер, понятно, он так и будет на самом деле действовать. Ему надо просто ждать своего часа, ловить на удар. А, соответственно, Ардис тоже никуда торопиться не будет, постарается, как и в первый раз, не торопясь перебоксировать Уайлдера. Значит ли это, что бой гарантийно закончится так же, как и первый? Победы Уайлдера? Нет. Здесь кому повезет, кто из них попадет раньше? Может быть, Уайлдер раньше попадет, может быть, Ардис. Может быть, Ардис попадет в конце раунда, как в первом бою, и не успеет добить, а силы потратит. А может быть, Ардис попадет в начале раунда и добьет Уайлдера. Это тоже спокойно такое может быть. Поэтому, если спортсмены в новом бою будут действовать ровно так же, как и в первом, то я считаю, фаворит, наверное, все же Уайлдер, но где-то 70 на 30. То есть, 30% у кубинца это далеко не мало. Просто, кому больше повезет, кто раньше попадет. Теперь, что могут изменить спортсмены, как могут действовать по-новому? Что может делать Уайлдер? Ну, во-первых, понятно, ему надо пользоваться возрастом Артиса. То есть, надо ждать, чтобы Артис подсел. Для этого надо первую половину боя как-то разрядить. Наверное, я бы ему посоветовал побольше, может быть, двигаться, ни в коем случае не застаиваться. Он периодически забывался и застаивался, а это плохо. Также на все поползновения Артиса вот эти вот отдергивания его, которые тебе, что они дают? Даже если ты пропустишь атаку, все равно с этим отдергиванием ты уже удар смягчаешь. Это вот один момент. Второй. Избежать своих нелепых добиваний. То есть, пару раз Уайлдер чуть досрочно не проиграл. Именно из-за того, что удачно попав по кубинцу, он бежал своими этими оплеухами малоэффективными его добивать и навстречу сразу же пропускал. Это было для него крайне опасно. То есть, этого всего избежать надо. Просто остро, четко отбоксировать, дождаться примерно там раунда восьмого, девятого и вот начать уже конкретно лупить Артиса. И скорее всего все будет хорошо, потому что Артист будет уже вяленький в это время. Теперь, что может изменить Артист? Ну, во-первых, может избрать, да, конечно же, стратегию прежнюю. Также никуда не торопиться, скажем так, ловить Уайлдера на ошибках. И в этом случае я бы на его месте хорошо поработал над вот этим вот отдергиванием. То есть, когда ты выходишь против Уайлдера и он весь бой четко шаг назад на все твои действия делает или отдергивает голову, то во время поединка, ну, есть, конечно, опыт, все понятно, но трудно как бы с этим совладать. Поэтому было бы резонно как-то натренироваться, его как бы бить после этих отдергиваний. Делать что-то вроде повторных атак. То есть, ты его атаковал, он отдернул свою голову, а ты как бы его дальше атакуешь. Или, например, бить не туда, где его голова была, а бить сразу дальше, где она будет. Ну, вот, как бы его работа, мне кажется, над ошибками, как бы заготовка, это возможно поймать Уайлдера на этом резком смещении назад. Это как бы заранее с партнерами это все там на лапах, со спарринг-партнерами натренировать. Это первый путь. Второй это прессинговать ДНТ, как ни странно, именно больше идти вперед. Я имею в виду не то, чтобы идти вперед и как-то с ним там рубиться какой-то там ближний-средний бой. Нет, зачем? Просто исходя из своей техники, исходя из своих даже длинных ударов, не давать Уайлдеру гулять и, да, в комфортном темпе каждый раз шаг назад делать, а именно ногами попытаться его как бы загнать, да, то есть попытаться его прижимать канатом. И это очень сложно, кстати, на самом деле. Но кубинец, он это все умеет, то есть у него широкая техника. Я имею в виду, что действовать так же технично, так же остро, так же четко, так же без дистанции, но при этом гораздо больше идти вперед сразу же, то есть повысить плотность боя, даже не обязательно ударами, а ногами. Посмотреть, как Уайлдер будет реагировать, если не так, что в комфортном темпе друг друга выцеливаете по очереди, да, и чуть что, Уайлдер уже раз шажок назад, раз голову отклонил. А что будет, если идти на него, чтобы он был вынужден постоянно там двигаться, постоянно канаты где-то будут сзади него. неизвестно, что из этого выйдет, да, то есть может быть все будет отлично для Уайлдера, а может быть это ему создать проблем. Поэтому, если переходим к тому, как сложится бой, я вижу вот, ну, одна из возможностей, что кубинец, он поменяет свой стиль бокса, да, то есть он, возможно, с первых раундов попробует Уайлдера ногами гораздо больше прессинговать. Опять же, их расклад сил, если оба они поменяются в пустье, я вижу тоже 70 на 30. И я планирую также сделать азартную ставку на кубинца, потому что букмекеры оценивают его шансы почти в 6 раз меньше. Если вы на кубинца ставите доллар и он побеждает, то вместо своего доллара вы получите целых 6. За кого здесь болеть, я даже не знаю. Дело в том, что это два моих любимых спортсмена в этом весе. С одной стороны, я желаю всяческого добра кубинца. Он очень классный. Я считаю, что судьба с ним обошлась по сути несправедливо. Я считаю, что он, наверное, сильнейший в этом весе после Уайлдера. Но опять же, если он выиграет, он испортит Уайлдера и сам уже старенький. То есть у него падение идет каждый полгода-год. Поэтому не факт, что он сумеет дать хороший бой другим чемпионам в этих весах. Поэтому в общем такие мысли 70 на 30. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем счастливо. До новых встреч. Тушу камеру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok